Но всегда обращайте внимание, смотрите историю дивидендных выплат. И естественно, чем этот показатель выше по отношению к стоимости компании, тем лучше. Когда компании злоупотребляют байбэками, у нас происходит увеличение денежного потока на акцию. Он формируется не столько от основной деятельности компании, сколько за счет бумажной прибыли. У нее есть столько активов на балансе, что продав все эти активы, закрыв все обязательства, вы все равно на каждый вложенный доллар получите более одного доллара в день. Всем привет, на связи Максим Петров. Я приветствую вас на канале MaxCapital. Мы продолжаем нашу тему ответов на вопросы, которые периодически поступают. И сегодня поговорим о топ-5 ошибок при выборе акций. Ваши вопросы из зала, которые поступают, помогают мне озвучивать Николай. Николай, приветствую. Максим, приветствую. Давайте сразу не будем ходить вокруг да около и начнем. Какие могут совершить люди, когда покупают акции? Какие ошибки могут быть? Ошибки, которые совершают люди при покупке акций, они вытекают на самом деле из наиболее популярных, наиболее таких известных фундаментальных вещей, которые практически каждый человек знает при выборе акций. Это показатель цена-прибыль, это показатель дивидендной доходности, это показатель доход на акцию, EPS так называемый. Это цена-балансовая стоимость. То есть вот отсюда вытекают ключевые ошибки. Откуда они возникают, когда они возникают? Ну вот первый такой основной показатель, который многие любят использовать, который в первую очередь используется в скринерах акций, это показатель цена-прибыль. По сути, этот показатель показывает инвестору, за какой срок окупится его инвестиция в ту или иную компанию. Мы берем цену, сколько стоит компания, рыночную капитализацию компании, делим на ее чистую прибыль за предыдущие 12 месяцев, и в этом случае мы понимаем, сколько лет нам потребуется для того, чтобы окупить эти вложения. С какими ошибками в этом случае люди могут столкнуться? То есть вещи, которые не учитываются, или которые вот просто, то есть человек ставит себе во главу угла найти там самый низкий показатель P на E, то есть чтобы единица была ли меньше единицы, то есть у меня там за один год окупятся мои инвестиции. Здесь получается первая ошибка, которая может быть, что мы понимаем, что экономики цикличны, мы понимаем, что когда экономика выходит на фазу предшествующей фазе снижения, у нее в этот период происходят наибольшие объемы прибыли, то есть желающих покупать много, потребители активно покупают товары и услуги компании, у компании очень много прибыли, и в этом случае получается, что у нас в знаменателе получается высокая норма прибыли, и этот показатель, соответственно, цена компании делить на прибыль, а прибыль большая, то это значение получается низкое. Ну, то есть в качестве примера, наверное, не совсем адекватного может быть условно зум, то есть у нас началась пандемия, в компании, соответственно, хорошие показатели по притоку новых клиентов, они это монетизируют, то есть прибыль очень сильно выросла, и поэтому люди начинают экстраполировать прибыль, которую она получила разово согласно пандемии, они начинают экстраполировать в будущее, и поэтому получается, что начинают покупать эту компанию. То есть первая ошибка, которая заключается, нужно смотреть на структуру прибыли, насколько она стабильна. Второй показатель, он статичный, да, то есть он показывает по итогам той прибыли, которую компания заработала в предыдущие 12 месяцев, и поэтому здесь нам важно не столько, сколько она заработала в предыдущие 12 месяцев, сколько она заработает в будущем, и поэтому здесь нужно смотреть еще не только на показатели PE, но и нужно смотреть на показатели форвардной PE, то есть это тоже, как правило, в скринерах рассчитывается, так и называется форвардной PE, то есть он показывает в следующие 12 месяцев, сколько компания ориентировочно может заработать, И тогда это более такой адекватный показатель, то есть мы смотрим все-таки вперед, потому что мы должны рассчитать, сколько в будущем будет. Третье значение этого показателя, когда оно начинает плыть, это в период, когда идеальный вариант для входа в компанию, когда происходят кризисы экономические, кризисы перепроизводства. То есть экономика падает, людей увольняют, очень высокий уровень безработицы, компании не зарабатывают, у них вообще прибыли нет. И получается, что когда мы начинаем цену компании делить на ноль практически, ну на ноль понятно, что делить нельзя, иногда этот показатель его просто может не быть. Или он слишком высокий, то есть компания по итогам 12 месяцев предыдущих заработала очень и очень мало, и поэтому получается, что человек смотрит, то есть эта компания даже не попадает в сферу интересов инвестора, который начинает в скринер закладывать параметры условно 5. Я хочу, чтобы у меня были бизнесы, которые у меня окупятся за 5 лет. И в этом случае есть, ну то есть в чем может быть сложность и проблематика ситуации, она будет связана с тем, что может быть хорошая классная компания, что у нее прибыль может упасть по каким-то объективным причинам, а вы просто ее не увидите, потому что у вас завышенные ожидания параметра показателя P. Поэтому показатель P на E это не единственный показатель, который нужно учитывать при оценке акций. Смотрите, форвардный показатель P, и он не является единственным для того, чтобы принимать решение о покупке. Вторая ошибка, которую часто используют инвесторы, которые часто встречаются, это смотреть исключительно на дивидендную доходность. Откуда вытекает эта ошибка? Она вытекает из такого понятия, ну как мне кажется, откуда она берется. Люди ориентируются только на дивидендную доходность, не понимая, из чего эта дивидендная доходность сформировалась. Типовые ошибки, которые могут быть. Может быть разовая сделка, когда компания продала какой-то актив, и у нее от этого большая прибыль получилась. И соответственно человек видит какую-то привлекательную дивидендную доходность. Ну там в России в прошлом году такая история, ну лично вот у меня допустим была. То есть центральный телеграф. То есть центральный телеграф продал здание, получил с этого деньги, и полученные деньги выплатил в форме дивидендов. Соответственно, когда смотришь на дивидендную доходность, вау, 18,5% дивидендов, круто. Человек увидел 18,5% дивидендов, не понимая, за счет чего эти дивиденды образовались, покупает, а на следующий год такой дивидендной доходности нет. Второй момент, по поводу той же самой дивидендной доходности, какие могут возникать сложности. Сложности связаны с тем, что сейчас очень популярна тема и в интернете, и на канале YouTube. Вы там наверняка, если смотрите мой канал, слышали тему. Дивидендные аристократы, дивидендные короли. То есть вот в Америке нужно покупать компании, которые там стабильно выплачивают дивиденды, которые периодически увеличивают размер дивидендных выплат, увеличивают размер чистой прибыли, которая направляется на выплату дивидендов. И вокруг вот этой вот истории дивидендных аристократов и дивидендных королей построено, во-первых, а, очень много шума, б, многие люди, которые хотят получить пассивное инвестирование, смотрят на направление данных компаний и инвестируют в них или самостоятельно, или посредством фондов, да, стратегия которых ориентирована исключительно на покупку дивидендных аристократов и дивидендных королей. И поэтому получается, что специфика таких компаний, особенно очень показателен был там 19-20 год, компании просто выплачивают дивиденды, и эти дивиденды могут быть щедрыми, они действительно могут быть очень крутыми, которые могут показаться на первый момент, но просто за счет того, чтобы оставаться в списке дивидендных аристократов и дивидендных королей. Потому что если они просто не увеличат размер дивидендных выплат, которые они делали в предыдущие 15 лет, они выпадут из этого списка, и, соответственно, в этом случае фонды, которые покупают данные компании, люди, которые ориентируются исключительно на эту стратегию, они эти компании начнут распродавать. Это скажется негативно на капитализации компании, на рыночной стоимости этой компании, и менеджмент не получит бонуса. Очень показательным в этом смысле является осень 2020 года, когда та же компания ExxonMobil обладала дивидендной доходностью 7,5-8%. Valero Energy, тоже нефтяная компания, обладала дивидендной доходностью 9%+, и выплачивала эти дивиденды. Но при этом, когда открываешь финансовую отчетность и смотришь на финансовые показатели компании, что у тебя с прибылью. У компании из 100 долларов выручки, только 2 долларов чисто прибыли. Она выплачивает дивиденды в 8,5%. Вопрос, откуда деньги, ЗИМ? И тогда в той же самой отчетности мы можем увидеть, что компания сделала, ну то есть менеджмент компании поступил достаточно интересно. Он пошел, занял денег, увеличил долг, из этих денег выплатил мне как акционеру дивиденды, и я, казалось бы, должен быть доволен. Ну что, компания, менеджмент занял деньги, заплатил мне дивиденды 8,5%, чего жаловаться. Но увеличение долга это уменьшение акционерного капитала, да, то есть фактически это происходит следующим образом. Менеджмент приходит, занимает в долг, не зарабатывает деньги, не работает над маржой, не работает над рентабельностью, а просто для того, чтобы компания оставалась в списке дивидендных аристократов, увеличили долг, а мне потом за это надо расплачиваться. Он завтра перестал быть директором, получил свои бонусы, ушел, а мне как акционеру с этим долгом надо будет что-то делать. Поэтому дивидендная доходность это хороший показатель, это действительно для людей, которые ищут пассивные инвестиции, интересная классная история, но всегда обращайте внимание, да, то есть смотрите историю дивидендных выплат, что происходит с дивидендными выплатами, и смотрите помимо размера дивидендных выплат, за счет чего формируется прибыль компании. Третий показатель, который многие используют, это денежный поток на акцию, ЕПС. Он показывает, соответственно, сколько компания генерирует денежной прибыли с учетом на одну акцию, да, то есть каков денежный поток непосредственно компания генерирует. То есть показывает денежный поток на акцию, показывает, мы знаем, сколько у нас стоит одна акция, мы понимаем, какой денежный поток на акцию, и в этом случае мы понимаем, сколько этот бизнес генерирует денег, да, на одну акцию. И естественно, чем этот показатель выше по отношению к стоимости компании, тем лучше. Но мы уже рассказывали в наших видео по поводу байбеков, то есть что непосредственно происходит, как байбеки непосредственно влияют на денежный поток на акцию, когда компания выкупает собственные акции, выкупается рынка, у нас возникает неэластичный спрос, то есть приходит покупатель, которому по барабану цена, то есть он берет деньги взаймы, на эти деньги он начинает покупать акции, покупает компания на собственный баланс, производит переоценку. По итогам получается, что когда компании злоупотребляют байбеками, у нас происходит увеличение денежного потока на акцию, этого показателя. Этот денежный поток на акции, он формируется не столько от основной деятельности компании, сколько за счет бумажной прибыли. И поэтому, когда очень много, особенно сейчас, мы говорим про весну 2020 года, выходит отчетности компании один лучшего другого. ЕПС превысил прогнозы, ЕПС превысил прогнозы, ЕПС превысил прогнозы. То есть, по сути, денежный поток на акцию превышает прогнозы аналитиков. Но нужно смотреть структуру, за счет чего он превышает. Если компания занимается байбеками и прибыль у нее образовалась за счет того, что они купили собственные акции, которые выросли в цене, то когда акции начнут падать, мы получим обратную картину. То есть, ЕПС будет падать больше, чем падает основная деятельность. Максим, а вот Тесла буквально вчера отчиталась о том, что она теперь прибыльная. И прибыль там была 100 миллионов прибыли за счет продажи биткоинов. Вот это как-то относится к ЕПС и как это относится к акционерам Теслы? Конечно, это напрямую относится к показателю ЕПС. То есть, опять получается, отчетность классная. Аллилуйя! У нас Тесла начала зарабатывать деньги для акционеров. Но опять, когда мы смотрим структуру прибыли, за счет чего она сформировалась. За счет того, что спекулировали биткоинами. То есть, купили на полтора миллиарда. И неизвестно на самом деле истинный объем покупки. И здесь у меня возникает тогда вопрос, как у акционера. Когда я покупаю Теслу, идеология такая, что когда, ну, я считаю, если бы я инвестировал в Теслу, то я бы верил в электромобили, мне бы нравилась идея, мне бы нравился маркетинг, мне бы нравился продукт. И, соответственно, я хочу являться собственником компании, которая создает вот эту вот ценность потребительскую. Экологические электромобили, которые позволяют сократить мне издержки. Но компания, вместо того, чтобы производить автомобили, запускать новые заводы, совершенствовать батареи, разрабатывать и устанавливать заправочные станции, плюс развивать сеть дистрибуции, начинает покупать биткоин и рисовать мне прибыль повышенный ЕПС, то я понимаю, что меня просто как акционера обманывают, обманывают менеджмент. И поэтому получается, что очень внимательно смотрите, за счет чего формируется структура прибыли, и она должна формироваться от основной деятельности, а не от разовых сделок, когда продают какой-то актив, или когда байбеки влияют на увеличение ЕПС, или, как история с той же самой Теслой, когда происходит спекуляция, то есть формируют лишнюю бумажную прибыль. Вообще, для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы правильно читать финансовую отчетность, то есть, как сам Уоррен Баффет говорил, самая надежная, самая лучшая инвестиция, которая у меня была, это инвестиция в то, как читать бухгалтерскую отчетность компании. Важно развивать свои навыки, знания, умения, использовать скриннеры, обращать внимание, понимать, где в финансовой отчетности можно увидеть манипуляции денежными потоками, ЕПС-ами теми же самыми, то есть, что происходит с прибылью компании. В этой связи у нас в проекте MaxCapital есть отдельный курс, как выбирать акции на международном рынке, то есть, какие инструменты для этого используются, где искать бесплатные скриннеры, где брать отчетность. У нас есть раздаточный материал формулы, которые позволяют непосредственно внести эти коэффициенты и самостоятельно сделать выводы по поводу того стабильности компании, стабильности дивидендных выплат и будущей прибыли, которую можно получить. Ведет ее Вячеслав Болянов данный мастер-класс, он абсолютно бесплатный, и если у вас есть желание принять в нем участие, то мы оставим ссылку ниже под данным видео, где вы можете пройти и зарегистрироваться на данный мастер-класс. Ну, а мы продолжаем. У нас еще два показателя, при оценке которых, при выборе которых люди могут допустить определенные ошибки. Четвертый показатель – это цена-балансовая стоимость. Что это значит? Это значит, что мы цену, рыночную цену компании делим на стоимость чистых активов компании. То есть, балансовая цена компании – это, если мы берем какую-нибудь компанию, то мы берем все ее активы, стоимость всех активов, которые есть у компании, берем все обязательства, из стоимости активов вычитаем обязательства, получаем стоимость чистых активов, то есть, сколько реально у этой компании, условно, есть активов чистых, да, сколько она стоит. Цена-балансовая стоимость – это один из любимых показателей у Уоррена Баффта, в принципе, в период становления Berkshire Hedway, как такового, когда и Berkshire еще как такового и не было, когда было только партнерство у Уоррена Баффта, он предпочитал как раз-таки в первую очередь, для него был самым важным критерием – это показатели цена-балансовая стоимость, PB, да, он еще называется по-иному, ниже единицы. Почему? Потому что он в этом случае называл их сигарными окурками. То есть, вы можете взять дорогую сигару, которая стоит очень дорого, окурок вам достается абсолютно бесплатно, но в этом окурке есть еще 2-3 тяжки там великолепного сигарного табака. То есть, сам Баффет про это таким образом говорил. И он старался именно в портфель покупать те компании, которые цена-балансовая стоимость, отношение цены к балансовой стоимости ниже единицы, потому что в этом случае вы, как акционер, защищены от банкротства. То есть, фактически, когда этот показатель ниже единицы, это говорит о том, что даже если компания обанкротится, у нее есть столько активов на балансе, что продав все эти активы, закрыв все обязательства, вы все равно на каждый вложенный доллар получите более 1 доллара денег. То есть, у вас денег будет больше, и вы в этом случае защищены от возможных потерь. Поэтому старайтесь выбирать такие истории. И как раз-таки первый такой мощный вскачок, мощный рывок в доходности партнерства Warren Buffett как раз-таки был в том, что он выбирал компанию, где этот показатель ниже единицы. Этот пример, он тоже хрестоматийный, он очень много где приводится. И здесь тоже люди сталкиваются с тем, что они в скринер начинают зашивать параметры. Цена, деленная на балансовую стоимость, ниже единицы. И просто оголтело, несмотря ни на какие другие показатели, начинают элементарно покупать. Очень показателен был, опять-таки, год 2020. Можно видеть, как упали компании, круизные компании, потому что лайнеры очень большие. Лайнеры эти круизные стоят очень дорого. И не просто они сами по себе дорого стоят. Их нужно эксплуатировать, их нужно содержать, их нужно, по крайней мере, припарковать на рейде. Это влажная среда, соответственно, должна работать вентиляция. Он требует элементарного обслуживания. И в этом случае цена, балансовая стоимость, если посмотреть, была значительно ниже единицы. И можно было бы, соответственно, предположить некую такую гипотезу, что их нужно покупать. Я их, конечно, тоже покупал. Но просто люди начинают на 100% условно покупать, потому что они это видят. Но может возникнуть ситуация в период кризиса, когда просто люди не будут ездить. И вроде бы, да, у тебя стоимость чистых активов, вроде бы как, ты как акционер защищен. Ты можешь получить какую-то определенную остаточную стоимость, и ты защищен от банкротства. Но ты эти активы не сможешь продать, потому что они узкоспециализированы, потому что они используются только этой компанией, да, потому что... Или конкуренции нет. Ну, то есть причин, по которым может быть не продано, достаточно большое. И поэтому этот показатель интересный, но, опять-таки, нужно смотреть и рассматривать их в тандеме. Ключевая концепция, она выходит из того, что смотрят только на один какой-то показатель. Или цена-прибыль, или дивидендная доходность, или EPS, или, там, третий показатель, это отношение долга к прибыли, к выручке, да, то есть за сколько лет, соответственно, окупится непосредственно. Или пятый показатель, это соотношение долга компании к тому, сколько она зарабатывает, да, то есть, условно, сколько лет мне нужно зарабатывать точно такими же темпами, то есть, чтобы закрыть весь долг, который у меня непосредственно есть. Здесь можно сказать о том, что этот показатель, он интересен, и многие не любят закредитованные компании. То есть, вот сейчас повсеместно можно встретить некие такие рекомендации, что растут инфляционные ожидания, то есть, может вырасти инфляция, я сам об этом, кстати, говорю очень много. Соответственно, ответом на рост инфляции будет рост процентных ставок, увеличится стоимость обслуживания долга, и если у компании высокая долговая набруска, высокая стоимость обслуживания долга, то в этом случае, как раз-таки, отношение долга к EBIT, да, очень высокий показатель. И люди все закрывают глаза, у них это под запретом, там показатель больше 2-3, больше 2-3 лет, все не смотрят. Но опять-таки, наряду с показателем долговой нагрузки, можно смотреть на рентабельность компании, рентабельность бизнеса. Допустим, фарма, фармакологические компании, которые или разрабатывают новое лекарство, или покупают конкурента, да, у них высокая маржа, у них рост выручки, то есть, причем уровень маржи, маржинальности, да, то есть, сколько зарабатывает компания, она действительно позволяет, несмотря на то, что долг достаточно высокий, она позволяет комфортно обслуживать этот долг. У компании есть достаточно денег, чтобы долг, как минимум, следующие 2 года обслужить. Но размер долга увеличился, потому что компания купила конкурента, или поглотила конкурента, или объединилась с кем-то, да, или, соответственно, строит новый завод для того, чтобы выпускать там вакцину ковида, да, там в неограниченных объемах. И поэтому получается, что долговая нагрузка увеличилась, этот показатель, соответственно, поплыл, потому что у тебя долг увеличился, его нужно обслуживать, и ты просто элементарно на него не смотришь. Но опять-таки, когда у тебя стоимость обслуживания долга составляет 1,5-2,5%, а маржинальность составляет бизнеса 32%, почему этого не взять? Поэтому это тоже люди, то есть, ну, их просто выбрасывают в топку, они даже в скриннеры не появляются, люди не рассматривают эти инструменты, а на самом деле такие инструменты, такие компании в перспективе 2-3 лет могут стать бриллиантами, когда сделка будет заключена, когда синергетический эффект от слияния выразится во всеуслышание, да, когда завод, который новый произведен, ну, то есть начнет производить, но он начнет генерировать больше прибыли, больше выручки, и долг будет погашен. И поэтому, опять-таки, это не является плохо. Вопрос, как я всегда привожу пример, вы взяли кредит, и вопрос, куда вы этот кредит потратили. Если вы потратили его в продуктовом магазине и купили продукты, съели, но это, наверное, не очень хорошо. Если вы на кредитные деньги купили трактор, чтобы посадить огурцы вырастить, и потом их продавать, как средство производства, то это хорошо, поэтому смотрите на эти показатели таким образом. И еще раз, соответственно, могу со своей стороны призвать, если понравилось видео, как минимум оставьте комментарий под данным видео, что понравилось конкретно, щелкните на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И еще раз я хочу призвать вас, хотите узнать больше, хотите узнать, как эти показатели сочетаются, хотите получить формулы, раздаточные материалы, которые позволят вам самостоятельно отбирать интересные истории, то есть не быть подписанным на кого-то, не получать сигналы, а то есть самому лично иметь инструмент для оценки перспективности компании, причем на международном рынке, использовать бесплатные ресурсы, где все это можно посмотреть и использовать. Я еще раз приглашаю вас на наш мастер-класс, как сформировать портфель из акций на международном рынке ценных бумаг. Ссылка находится в описании под данным видео. У меня же сегодня на этом все. Друзья, обязательно поставьте лайк, если понравилось вам данное видео, потому что это поможет нашему каналу в продвижении, чтобы большее количество людей узнало о том, как быть успешным инвестором на рынке ценных бумаг. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи!